ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ Традиционный вестник безобразия и в рубрике «Ай-яй-яй». А также весь интернет уходящего дня в одной рубрике. Гордимся нашими радиоколлегами. Пристраиваем вместе обаятельные животные и готовим тела к лету вместе с кировчанами. Последние новости, связанные с наводнением, приходят нам из вересняков. Тут мы четко знаем, кто виноват во всем этом, матушка природа. Но есть в нашем городе филиалы Венеции, виновник которого далеко не весна. А кто? Узнаем из рубрики «Наболело». Это вот вы так домой к себе идете? Да, вот так. Месяц я и хожу. И так вот администрация обращает внимание. Резиновые сапоги для Николая Кирилловича в последнее время стали незаменимой обувью. Он в них не только к дому пробирается, но и по квартире ходит и даже спит. А виной всему колодец, из которого месяц бежит вода. И эта вода топит все близлежащие дома. Объяснил систему движения воды к домам сосед Николая Юрий. А теперь вернемся к Николаю Кирилловичу. Как рассказал мужчина, он обращался во все возможные инстанции. Началость-то было. Директор дорожной службы, я ему давал полотники свои, ходи во мне. Так вот, вчера на приеме у Якимова были, пообещал пожарную, она пришла, пришла неисправно и ушла обратно с концами. Так опять ничего нет. Третий день уже никто не откачивал. Как заходит вон в квартиры, я воспал два суток, воды вот было. Говорю, пачка отписок, а делов ноль. Как было море, море есть. По словам Дмитрия, доходило до того, что он не мог выйти из собственной квартиры. Приходилось через окошко выходить, за таблетками, чтобы получить. По забору приходилось ползать. По забору вот так ползти. И, как говорится, между тремя березами пролазить сепелье все. Я специально ходил, покупал градусник, чтобы температуру замерить из колодца. 35-36 градусов. КТКшники заявляют так. Это грунтовая вода, мол, а трубы нагреваются. Я так, ага, конечно. Но, как рассказал сам Николай Кириллович, все страдания их из-за трубы. Вот труба шла, там канава. От канавы труба через дорогу. А тут канава тоже была в Юльчинку. И все это было водоотвод. Но при строительстве жилых домов фирма-застройщик Маяковская решила от этой трубы избавиться. Подняли метра на полтора, на два. Трубу эту полночь замуровали. Давай стоят вот девятиэтажки. А мы-то опять в море. Администрация знала, что если отдают эту половину, эту сторону от дороги по строительству, так и знали, что эту затопят. Жильцы даже обращались к директору этой строительной фирмы. Директор заявляет. Все вопросы к Быкову, все, как говорится, все туда. И пока каждая из инстанций отгребает от себя вину, к сожалению, страдать приходится обычным жителям. Оксана Стяшкина, Александр Рожков. Программа «Вятка Тудей». Ну раз уж мы начали программу с плохого, то и продолжим. Еще чуть-чуть, а потом веселье, добро и хорошее настроение. Рубрика «Ай-яй-яй! Кировские безобразия» в коротких видео от горожан. Это видео прислал нам Николай. Николай рассказывает, что на пересечении улиц Ульяновской и энтузиастов уже не первую неделю открыт люк и нет никаких предостерегающих знаков. Мужчина переживает, что сюда могут по неосторожности упасть люди или животные или, прости господи, чиновник. Тогда без перелома точно не обойдется. Автор видео просит быть жителем этого района осторожнее и передать ответственным службам... Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! А продолжает выпуск рубрика «Цитата дня». Каждый день, пролистывая Кировские новости, читая комментарии важных людей, мы иногда наталкиваемся на не совсем адекватные, не связанные и местами парадоксальные комментарии. Сегодня один из них на ваш суд. Цитата дня. Цитата дня. Если вы, дорогой телезритель, провели сегодняшний день без интернета, во-первых, успокойтесь, не паникуйте, все хорошо, дышите. Дышите, все, 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 сядьте. Ага, все хорошо. Ничего страшного, день без интернета, ну, с кем не бывает. Сейчас восполним этот информационный пробел. Рубрика «Соц. Обзор». Весь Кировский интернет в одной рубрике. Все, успокоились, смотрим. Кончился интернет-трафик? Ну, не грусти, дружок, ведь ничего интересного с нами ты не пропустишь. Соцсети в студию. Начнем с рубрики «Тотализатор». Накануне кировчане делали ставки. На то, подтопит набережную или же нет. С места событий вещает наш корреспондент «Уточка». Пока радуются те, кто делал ставки на разлив, покажем вам, какую угрозу несет в себе половодье. Кировская иллюстрация знаменитой частушки «По реке плывет топор». «По реке плывет топор, я не хакер и не вор». Продолжим фразой, которая уместна сейчас в любой беседе. Кстати, о дорогах. Раздаем запчасти, знак неудовлетворительного асфальта, и все это рядом с указателем Киров. Вот все, что нужно знать вам о наших городских дорогах. От фронтовых городских дорог к главному военному празднику. К 9 мая начали готовиться кировские автотюнеры. Вроде бы все хорошо. Георгиевская лента на двери, патриотизм, но вот заминка. Этот аксессуар нужно носить лишь у сердца. Ну и фраза «Спасибо деду за победу» на японской машине как бы намекает на то, что дед служил на Восточном фронте. Ну и закончим песней, маэстро «Музыку». К чему это я все делал в новом семейном положении одной кировчанки. Это был соцобзор. Сливки вятского интернета. Мы скромной телепередачей никогда не хвастаемся своими успехами, что получили какую-то важную теленаграду, не выставляем на показ свои статуэтки, статуэтку, но всегда радуемся за своих коллег. Наши друзья, коллеги, почти сестра радио «Мария-ФМ» получили очень приятную награду. Подробнее в сюжете. Сегодня в детском клубе школьного радио на радиостанции «Мария-ФМ» вроде бы обычное занятие по радиожурналистике. Хотя это и охватануло обычное. Эти ребята уже как три дня не просто радиолюбители. Они лауреаты престижной премии. Первое место занимает работа «Пока взрослые спят» – «Мария-ФМ». Город Киров. Их программа под названием «Пока взрослые спят» получила высшую награду конкурса «Вместе медиа-2016». В финале номинации кировская программа конкурировала с проектами из Питера, Благовещенска и Нижнего Новгорода. И победу кировских школьников предупределили следующее качество. Добрые голоса. Очень милые дети. Мы говорим на интересные темы. Мы дружелюбные. Талантливые от природы. И самое главное – скромные. Вы скромные. Программа «Пока взрослые спят» разработана и делается силами кировских школьников 12-15 лет. Они сами придумали название программы, сами собирают все материалы для нее и записывают собственные голоса. Ну а признание им удалось добиться всего лишь после шести месяцев занятий с профессионалами. Кстати, «Школа радио» – очень открытый клуб. Летом мы вместе, «Мария ФМ», вместе с Первым городским каналом, ждет всех детей от 12 до 15 лет сюда, на «Школу радио плюс ТВ». И, соответственно, здесь будут мастер-классы от ведущих, радиоведущих и телеведущих. Это будет очень интересно. Множество творческих заданий, занятий для детей. Я думаю, что это очень должно всем понравиться. И будет это все в несколько смен. Хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где захочешь – лежишь, отдыхаешь, хоть под диваном, хоть на диване. Если в вашем доме нет такой ленивой милости, рубрика «Прострелим вместе» специальная для вас. Сегодня мы хотим вас познакомить с этим двухмесячным малышом по кличке Фома. Фома – жизнерадостный и ласковый щенок. Он, как и все малыши, очень любит играть и бегать. Вырастет небольшим, примерно ниже колена. Он обработан от паразитов. Он чистенький, ветеринарами проверен. Все ест неприхотливый. Можно его в квартиру, можно в частный дом, только в теплую будочку. Можно в любую семью с детьми или пенсионером. Если вы хотите стать любящим хозяином для Фомы, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона – 78 25 92. Дружище, совсем скоро лето. Придется оголять свой торс, который за зиму немножко… Ты понял, да? Поэтому сегодня мы вышли на улицы города и взялись за структуру тела кировчан. Итак, бодибилдинг от Оксаны Стяжкиной. Ученые выяснили, что долгое сидение на одном месте укорачивает жизнь. А мы сегодня решили продлить жизнь кировчан и немножечко поразминаться. Хватит уже сидеть на месте, пора бы уже встать со стула, размяться как следует. Поэтому с вас парочка упражнений для разминки. Неслабо. Животик, талия, пятое, десятое. Раз, два, шесть, четыре. Упражнение билищ? Да. На какие мышцы? На все. После этого как? Бицепс крутой стал? Мощный? Да. Так, ну как? Мощно. Мощно? Помогло упражнение? Да. Вы уже решительно настроены, да? Да, да, да. Так, давайте, первое упражнение. Упражнение для чего? Для себя. Для себя. Вот это да, вот это вы молодец. Ну что, размяли? Морисы. Себя. Как я? В основном все пины, плечи. Упражнение для ног. Ну и просто, чтобы разогреться. Давай. Ну что, взбодрились? Да. Давайте глазки. Чтобы потом тут ничего не висело. И давайте. Теперь мы знаем, что мамочки все качают в попу. Разминаем горло. И на сегодня это все. Если у вас есть интересная информация, пожалуйста, пожалуйста, присылайте ее в нашу редакцию. Наши адреса ниже. Вятка.тудейсобакамелл.ру Наш телефон 54 18 19. В студии был Александр Сорокин. Увидимся завтра. До свидания.